Сфера туризма стала одной из наиболее пострадавших в период пандемии. Турфирмы лишились клиентов, соответственно, источника заработка. Клиенты, то есть мы с вами, привычных возможностей для отдыха. Обсудить, какие меры поддержки могут быть оказаны на региональном уровне обеим сторонам, собрались за круглым столом эксперты. Представители торгово-промышленной палаты, туриндустрии, учреждений культуры, социальной защиты, депутаты. Встречу провел депутат Мособлдумы Владимир Шапкин. Начали с оценки ситуации, а она в туристической отрасли действительно была шоковой. У нас остановилась деятельность на 100%. Вот с 15 марта по 2 июля ни одного рубля, допустим, мы не заработали. Нету живых денег, потому что мы оказались заложниками такой ситуации, когда мы не можем ничего продавать, ни внутренний туризм, ни внешний. То есть вот мы у нас руки завязаны, поэтому мы даже с огромным удовольствием свою комиссию туристам бы отдали, которые пострадали, но нам ее просто не с чего отдавать. Мы в основном занимаемся экскурсиями, и это тоже пострадало. Мы тоже с 15 марта лишились вот этой работы в связи с тем, что закрылись музеи, запретили перевозку, соответственно, и остановилась вся эта вот тоже деятельность. В городском округе Щелково порядка 60 туристических компаний, и по приблизительным подсчетам от 2 до 3 тысяч туристов, чьи деньги, что называется, застряли. На государственном уровне принят ряд мер поддержки. В частности, турбизнесу банки дали льготные кредиты на зарплату и возобновление деятельности. А туристам предлагаются ваучеры, закупленные путевки, которые можно использовать на другие поездки. Но этих мер недостаточно. Помочь выправить ситуацию могли бы льготы по налогообложению и арендной плате. Музеи, они же туристические объекты, тоже пострадали от приостановки деятельности, хоть и не так сильно. Их переход на работу онлайн привлек виртуальных посетителей, но финансово не был засчитан. Пострадали мы в смысле того, что у нас пересмотрено муниципальное задание, потому что не было... Наше муниципальное задание – это показатель количества посещений музея, количество мероприятий, количество выставок, участников этих мероприятий. Только количественный показатель. Естественно, его нет, потому что музеи были закрыты. И все же кризис открыл новые возможности. Мощный стимул к развитию получил внутренний туризм. На этой волне надо развивать туризм локальный, считают участники встречи. В городском округе Щелково есть что посмотреть – природные территории, музеи, достопримечательности. Но работу надо систематизировать с помощью региональных властей. Почему бы региональным властям не задуматься над тем, чтобы сделать музейный кластер, сделать музейную программу? Пускай 10-15% оплатят региональные власти, а 75% – люди лично внесут в эти деньги. Люди пойдут, дайте им субсидировать. И туризм пойдет об этом. Давайте мы организуем вот такую программу. Мы готовы вступить в эту программу? Действительно, нам не хватает субсидирования, даже банально говоря, до автобуса. Вот у нас есть интереснейшие предложения с Натальей Владимировной, есть интереснейшие маршруты. Мы готовы дать экскурсоводу, мы готовы разработать этот маршрут. Все высказанные предложения Владимир Шапкин предложил обобщить. Затем они будут переданы в региональную общественную приемную «Единой России». Советую коллегам и депутатам создать рабочую группу, оперативно очень, для того, чтобы мы сейчас собрали эти все предложения и выстроили это в логический такой вот с помощью коллег из администрации некое наше предложение по программе.